Компания Shell убеждена, что природный газ является важным ресурсом для энергетики будущего. Мы также считаем, что его разработка должна проводиться безопасно и ответственно. Технология сделала возможным доступ к природному газу, который содержится в крошечных порах пород сланца или песчаника, глубоко в недрах земли. В этом коротком видео объясняется, как мы проводим разведку, бурим скважины и эксплуатируем их. Мы учитываем геологию и местную специфику окружающей среды. Это может включать в себя сбор сейсмических данных, а также информацию о воздухе, дикой природе и близлежащих водных объектах. Мы работаем совместно с органами государственного контроля и регулирования. Затем мы начинаем строительство буровой площадки для нашей работы. В период разведки мы можем пробурить одну или несколько скважин, чтобы исследовать ресурсы газа на участке. Во время бурения мы заботимся о защите окружающей среды, в том числе подземных вод. Мы устанавливаем несколько слоев стальных труб, которые также называются обсадными, и цементируем пространство вокруг каждого слоя трубы. Это делается для того, чтобы изолировать газ и технологические жидкости в скважине от пластов, содержащих питьевые и пресные воды. Как правило, мы бурим несколько километров вниз, чтобы достичь пласта, содержащего углеводороды. Затем в сланцевых породах мы бурим горизонтально, в то время как в пластах уплотненного песчаника обычно бурятся вертикальные или наклонные скважины. Полный цикл бурения каждой скважины на площадке может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Во время бурения датчики, вмонтированные в буровое оборудование, непрерывно передают нам данные. Как только мы достигаем забоя скважины, мы удаляем буровые трубы и устанавливаем стальные трубы высокой прочности на необходимую глубину, согласно проекту скважины, разработанному нашими инженерами. Этот этап обычно занимает всего несколько дней и включает в себя большое количество проверок безопасности, необходимых, чтобы убедиться, что все надежно зацементировано, а также, что обеспечена полная герметичность скважины и обсадных труб. Эта передовая технология бурения является одним из главных факторов, которые обеспечивают доступ к большему объему газа в пластах сланцев или песчаников глубоко в недрах. После того, как скважина пробурена, мы убираем буровую установку и готовим скважину к заканчиванию и процессу гидравлического разрыва пласта. Это второй из основных факторов, который делает возможным добычу природного газа из пород уплотненного песчаника или сланца. Гидравлический разрыв пласта является тщательно контролируемым процессом, который высвобождает углеводороды из крошечных карманов, в которых они находятся. Мы не проводим гидроразрыв в скважине, пока не получим позитивные результаты испытания на герметичность скважины давлением. Мы опускаем инструмент под названием перфоратор в скважину до целевого интервала. Каратажный прибор, который посылает нам данные о скважине, помогает нам точно определить место установления инструмента. Когда перфоратор оказывается в целевом интервале, мы делаем выстрел тщательно откалиброванным зарядом, который создает небольшие отверстия в обсадной трубе и соединяет скважину с пластами песчаников или сланцев. Мы закачиваем скважину под давлением смесь, в основном состоящую из воды и песка, с добавлением химических веществ для создания микротрещин в окружающем слое уплотненного песчаника или сланца. Песок помогает держать трещины открытыми и позволяет природному газу попасть в скважину. По возможности, мы очищаем и повторно используем жидкость для гидроразрыва, чтобы свести к минимуму используемый объем воды. Мы поддерживаем раскрытие информации о химических веществах, используемых в жидкости для гидроразрыва. Мы проводим гидроразрыв поэтапно. После каждого этапа мы устанавливаем временную пробку для разделения сегментов гидроразрыва и предотвращения преждевременного притока газа или нефти. Количество этапов зависит от местных геологических условий. Мы повторяем этот процесс, пока не создадим трещины по всей длине целевого интервала. Гидравлический разрыв и заканчивание каждой скважины обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от количества интервалов. Когда все готово, мы разбориваем пробки. Это позволяет природному газу перемещаться в скважину. На площадке приток разделяется на газ и жидкости. Жидкости могут включать в себя конденсат или воду, которая также находилась глубоко в недрах. Мы собираем воду для ее повторного использования или утилизации в соответствии с местным законодательством. Природный газ направляется в трубопровод и используется для энергообеспечения. Во время разведки, если поблизости нет трубопровода, нам иногда приходится проводить краткосрочное сжигание газа. Если мы принимаем решение о разработке участка, то, как правило, бурим много скважин с одной площадки в различных направлениях, глубоко в недрах, чтобы свести к минимуму используемую площадь поверхности. Все наши эксплуатационные скважины соответствуют государственным правилам и нашим собственным строгим стандартам безопасности и защиты окружающей среды. Когда завершены бурения и заканчивания скважины, мы убираем большую часть нашего оборудования и уменьшаем размер площадки. Обычно скважина может производить необходимую энергию в течение десятилетий. Мы регулярно проверяем площадки и проводим техническое обслуживание на протяжении всего срока их эксплуатации. Когда заканчивается эксплуатационный период скважины, мы соблюдаем требования к ее ликвидации с помощью цементирования, испытываем скважину на герметичность, убираем все оборудование и постройки и проводим рекультивацию земельного участка, использованного для строительства буровой площадки, возвращая ему первозданный вид. Мы устанавливаем постоянные указатели, обозначающие место расположения скважины. Продолжение следует...